Наполнение присутствовало, но я сюда пришла побеждать. Такой настрой юных воспитанников Дрозд-Балакова перед стартами вполне понятен. Ребятам предстояло сразиться с работниками Балаковского филиала АО «Апатит» в настоящей битве поколений. Эти соревнования, в которых состязаются отцы и дети, проводятся уже второй раз в преддверии Дня химика. И в прошлом году юное поколение не оставило шансов на победу своим взрослым соперникам. Дети стабильно играют, шахматисты, быстренько выиграли, и перед компанией работникам было как-то неудобно. Поэтому сегодня мы даем им шанс поправить положение и отыграться. Десять на десять, стенка на стенку, как говорится. Поэтому и слова напутствия во время открытия звучат в основном для заводчан. Дети и без этого готовы побеждать. Сегодня я вижу у нас обновленная команда Дроздов. Но сразу говорю, силы не равны, поэтому, товарищи, коллеги, работники, вам сегодня придется попотеть, чтобы взять реванш. Сначала интеллектуальная битва шахматы. Именно эта игра в прошлый раз поставила взрослых в тупик. Казалось бы, ничего сложного. Каждый с детства знает, как ходит конь и какая фигура самая сильная. Но шахматы не прощают непостоянство. Здесь чаще побеждает тот, кто играет каждый день, у кого больше опыта. А его с избытком оказалось удроздят. Получилось довольно легко, честно говоря. Один за одним победу одерживали юные шахматисты, сметая с доски фигуры соперников быстрыми и уверенными ходами. Сначала в дебюте черные играли хорошо, но потом с ними что-то случилось, и они начали все зевать. За одним из столов семейная шахматная дуэль. Отец Александр Чесноков против своего сына Тимофея. Дома они частенько играют, поэтому знают, на что способен каждый. Всегда тяжело играть с соперником, которого знаешь больше, чем других, как самого себя. В любом случае, когда наши дети достигают определенных результатов, это гордость для родителей. После интеллектуального тура «Дартс» организаторы сразу подозревали, что после шахматных поединков у взрослых будет большое отставание по баллам. Поэтому и ввели метание дротиков. Подразумевалось, что старшее поколение более меткое, ну или хотя бы более опытное. Они знают больше, но иногда молодежь умеет больше, у молодежи амбиций больше, поэтому у них немножко другой подход к подобному роду соревнованиям. Поэтому здесь, я считаю, что силы как минимум равны, а иногда и перевес в сторону молодежи. Решающий тур – броски мяча в баскетбольное кольцо. К этому моменту небольшой перевес по баллам был удроздят, поэтому взрослые решили поднажать и вспомнить школьные уроки физкультуры. Получилось неплохо, но у ребят эти самые уроки проходят сейчас. Им вспоминать ничего не надо. Руки сами бросают мяч и попадают точно в кольцо. Сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» констатируют факт поражения и называют его причину. То, что проиграли, конечно, немного печалит, но есть над чем работать. И видно, что дети все-таки занимаются этим, так сказать, круглый год, а мы, грубо говоря, кто чем увлекается, тот тем и занимается. Заводчане предлагают в следующую битву поколений ввести другие виды спорта, чтобы у них все-таки появился шанс победить детей. Ну а на этот раз сладкие подарки и сувениры от Фасагра получили все участники, ведь главное в этих соревнованиях – сближение поколений.